Ну а перед тем, как смотреть данное видео, хочу предупредить, что в видео есть... Мясо, матюки, убийства и голые фишки. И всем привет, дорогие друзья, с вами Блудлинас, и сегодня мы будем играть в такую новенькую игрушку под названием Песнь Сай. И честно скажу, что пиксели мне уже немножко поднадоели, но что-то хотелось взять из такой тематики японской и истории. И давным-давно мне начали писать, что типа пройди вот эту Песнь Сай, и я подумал, ну я даже не знаю, что там за игра, пошел-зашел на ютуб, посмотрел, ну как-то не очень. А сегодня как-то попалась она мне опять же, и я буквально прочитал, какой же тут сюжет, и вообще, ну посмотрел, что же за игра, и как там, что там, как. И мне, честно говоря, понравилось, я написал в группе, да, и в группе очень много людей написали типа, да-да, проходи, ты что, обязательно. И тем более, что мне написали, что тут будет хоррор, будет извращение там всякие, и будет педофилизм, это просто пипец, что тут, что тут за игра, я не знаю, в принципе. Но это графическая новелла, такая же, как и Корпс Пати, которую мы проходим, блуд, ой, какой же блуд кавер? Shadow Book, вот это, да, или буква Shadow, какая разница. Опять же, она у нас будет на стриме, скоро уже, так что не переживайте. Ну, а сегодня мы возьмем Песнь Сай, посмотрим, что за игра, там вообще там пам-пам-пам. Но, если что-то будет такое, извращенское или это, то мы его, конечно же, закроем там немножко, но все равно, игруха, думаю, будет крутая, так что поехали, посмотрим. Это история вымысел, все медицинские болезни и симптомы в этой игре придуманы ее автором и не имеют ничего общего с настоящей медициной. Эта игра содержит много вызывающих изображений. Если вы хотите, то есть, если вы находите их неприятными, выберите соответствующий пункт в меню. Но мы, конечно, не будем ничего закрывать, потому что, как бы, хочется, да, увидеть что-то, да, как. То же, ну, в принципе, только на картинках, в этом смотрел, в букваре, и все. Ладно, начинаем. Про сюжет этой игры я вам немножко позже расскажу. Давайте начнем сейчас. И мы видим Урл Забарматала из Гащейся Гороплати. Что-то непонятно, что тут написано, но не переживайте, это все запланировано по сюжету. Тоже неразберимая речь, какая-то неразбериха. Напротив меня сидели три жутких создания, чапкая вонючими помоями своих чапшков. Они обменивались шипением, ревом и другими ничелесообразными звуками, которые обычный человек не смог бы произнести. Какие-то монстры, какие-то горы плоти, трупов. Тоже ничего не ясно, что-то сая или что. И картина такая, вот, то есть не картина, да, а кафетерий, да, или что это вообще, такая комната, как в Курплати напоминает все это в кишках. Но если внимательно прислушаться, то можно было уловить суть их разговора. Благодаря этому я кое-что старался не... Благодаря этому я кое-как старался не вызывать у них подозрений. Я мог отвлечься, пока они заняты разговором с друг другом, но я не мог их игнорировать. Когда они обращались ко мне, независимо от того, как они выглядят, это все-таки мои друзья, кажется. Мы играем, я так понял, одним чуваком, у которого немножко, можно сказать, с мозгами тронулся он немного. Он всех видит абсолютно монстрами. Он... Почему же такая случаясь фигня? Он где-то там в какой-то аварии вроде бы разбился, что-то типа такого. И у него начинаются галлюцинации. Он все видит в таком мрачном свете. Он видит только горы трупов, людей он видит монстрами. И поэтому он не может никому об этом сказать, потому что его сразу признают, что он ненормальный, сумасшедший. Его посадят просто в сумасшедший дом. И все. Так что вот такой вот сюжет небольшой. Но пока что я не буду всех карт раскрывать. Что же я еще читал? И будем проходить просто игру, смотреть. Я не хочу признавать этого, но по правде говоря, я уже давно сдался. Каждую ночь ложась спать, я желаю, чтобы все стало просто дурным сном. Но каждое утро я встаю и вижу, что мир тот же, ничего не меняется. Мне приходится жить, смешиваясь с этим миром, подражать ему. Так я живу уже три месяца. И так мне придется прожить всю жизнь. Да, это конечно не очень хорошая карма, но... То есть не очень хорошая даже жизнь. Судя по тону, это должно быть подже. И тот, что рядом с ним, визжащий больше всех, скорее всего, Аюми. Аюми, мы уже знаем откуда этот персонаж, да? То есть, ну похожесть. А это значит, что тот, кто рядом со мной, Йо. Но ее формы уже не такие аппетитные, как раньше. Я стараюсь не замечать сильный запах экскрементов, исходящий от ее дрожащей плоти. Она что, обосралась что ли? Опять неразбериха какая-то непонятная. Что-то непонятно, что тут все изменилось. Хотя для меня уже все совсем не так. Взаимоотношения с окружающим в мире совсем не изменились. Эти существа такие же студенты в колледже, как и я. И раньше мы были довольно хорошими друзьями. Но мы даже ежегодно после зимней сессии вместе ездили на лыжный курорт. Какие-то яйца непонятные, что это? Теперь это всего лишь теплое воспоминание о днях, которые никогда не вернутся. Если бы все, включая моих друзей, забыли обо мне, я бы мог оборвать свою жизнь с миром. Было бы приятнее думать, что меня похитили пришельцы или отвезли на другую планету или что-нибудь в этом роде. Однако это несомненно. Япония на земле. И это город, в котором я родился и вырос. И общество, частью которого я был в течение 20 долгих лет. Но я, и только я один, не могу больше видеть мир прежним. Я не узнаю этот мир. Здесь нет места, которое можно назвать домом. Да уж, жестоко такую судьбу получать, но... Ему никак нельзя рассказывать о себе и что он видит и что он чувствует. В любом случае, то, о чем они говорят, не безразлично. Я просто молчу и делаю вид, что слушаю. Он как бы не может понять, что они говорят. Представьте, он еще даже не может этого понять. Но вдруг... Эй, Фуминори, заговорила одна из тварей, повернув свои окровавленные глаза в мою сторону. Ты что, как думаешь? О чем? Я отчаянно подавляю свое отращение, пытаясь вести себя как обычно, но мой хребтый голос выдает меня. Мы обсуждаем поездку на курорт в этом году. Ты ведь тоже поедешь, не так ли? Липкая дыра в верхней части этой твари, отвратительно искривляющаяся, извергая подобие слов. Должна быть, это голова Коджи. По крайней мере, я видел ее на этом месте три месяца назад. Не знаю. Я увожу глаза и даю нейтральный ответ. Найдя в себе больше сил, смотрю на это. Смотреть то есть, у тебя есть другие планы? В общем, нет. Коджи был одним из моих лучших друзей. Так же, как и двое остальных присутствующих тут. Они все были дороги мне, а одна из них даже хотела стать для меня больше, чем просто друг. Видимо, он с кем-то хотел мутить. Сколько ночей я прорудал в одиночестве после этих ужасных изменений, оплакивая друзей, которых больше не существует. За три месяца я выплакал все до капли, и теперь во мне оставилось только отвращение. Каждый день окруженный монстрами, с кусков мяса, которых я идентифицировал как Коджи, Айуми и Йо, я стараюсь вести себя как обычный человек. Потому что если мне не удастся, меня скорее всего отправят назад в больницу. И тогда меня уже не выпустят. Что бы ни случилось, я не должен этого допустить. Эй, ведь твои травмы и физические нагрузки не противопоказаны? Не знаю, я уточню доктора, когда пойду на обследование. Я на пределе. Я больше не мог смотреть на них и слушать это отвратительное голоса. Теряя терпение, я встаю. Фуминори? Из чавкающего отверстия, обычно производящего звуки, у меня неожиданно летит струя липкой жижи. Я пытаюсь прикрыться, но не успеваю, и эта жижа разбрызгивается по моему лицу, как желток из протухшего яйца по сковоротке. Я на грани, мне хочется схватить стол, стул, все что угодно, до чего я дотянусь, и уничтожить эту тварь, что передо мной. Но я с трудом все же сдерживаю себя. Мне нужно избегать их подозрений, как ни крути, это их мир, я здесь лишний. Я уже говорил, у меня обследование, мне пора. Я демонстративно улыбаюсь, но не уверен, что мне это выходит. Досовая кошелек, я извлекаю первую попадавшуюся банкноту, и не глядя, кидаю ее на стол. Скорее всего, этого хватит, чтобы оплатить мой заказ, и я не собираюсь ждать сдачи, я хочу лишь поскорее убраться отсюда. Увидимся. Я покидаю задание, буквально спасаясь пекстом, и я не сумасшедший. И из такой мрачной, жуткой атмосферы мы переносимся в добрую, такую, да, теплую и ласковую. Вот у меня еще один вопрос. Интересно, по графическим новеллам, у нас есть задание, чтобы нас не обнаружили, да? И вот мне сейчас интересно, будут ли какие-то квесты, будут ли какой-то геймплей? Может быть, будет. Сказали, что геймплей тут должен быть какой-то, но там его будет капля, в принципе. Будет какой-то выбор, наверное, чтобы мы выбирали между тем или иным действием, чтобы предотвратить, чтобы нас не заметили, что мы, ну, поехавший какой-то, да? Ладно, давайте продолжить дальше, будем смотреть. Слушайте, сказала Тахэм... Тах... Таха... Блять. Я имена японские не могу выговорить, это просто какой-то пипец. Тахахате Аюми. Я буду ее просто Аюми называть. А почему бы нам опять не отправиться в этом году куда-нибудь, где можно покататься на коньках? Ее нахмурилось, услышав это предложение. Коньки? Зачем ехать на лыжный курорт ради катания на коньках? Ха-ха. Да расслабься ты, сукубея. Она просто недавно увлеклась коньками. Своим смехом Тона Коджи поддержала Аюми. Ее неожиданное заявление не в новинку, и поэтому задача Коджи, как ее парня, поддерживать ее. Знаете, еще тяжело то, что, когда ты первый раз начинаешь играть, ты не можешь сосредоточиться. А Юми и Коджи, это такие имена, как бы... Ну, привыкать к нему надо, но, я думаю, пару серий мы всех будем знать отлично и спокойно будем различать, кто где. Для ее они отличная пара, даже зависть берет. Я хочу сказать, что как-то поздновато для нее. Эй, что такое в том, что я никогда раньше не каталась на коньках? Не думаю, что в наше время можно найти много людей, вставших впервые на коньки в 20 лет. Когда я была маленькой, мне было страшно. Это коньки острые, как лезвие. Ух ты, какие... парты, точнее. Но в итоге, ты все-таки научилась? Это поразительно. А Юми-чан? А это, наверное, Йо. Принцип не сильно отличается от лыж. Ты удерживаешь вес впереди и используешь наклон ботинок для управления. Когда он мне это сказал, я поверила и решила пробовать. Это было так здорово. Ох, так это было свидание. Йо почувствовала приступ зависти. Куджи и Юми веселятся вместе, как обычные пары. Тут нечему завидовать, просто Йо не везет. Я бы тоже хотела посмотреть, как Йо-ми-чан катается. Поддерживая бодрый тон голоса, Йо пытается скрыть свое напряжение. Блин, почему у них так грудь нарисована? Интересно, и выпирает. Йо знает, что ей не стоит завидовать или винить судьбу, ведь у нее есть тоже любимый человек. Только из-за ужасной трагедии он не уделяет ей внимания... Ой, времени. Это у него настоящее несчастье, на фоне которого невезение Йо меркнет. Скорее всего, ее с Фуминори встречается. А эта девушка, Айюми, она встречается с Коджи. Я так понял. Ну так как? Если мы выберем курорт еще и с коньками, то будет просто весело вдвойне. Но ведь можешь сходить на каток. Зачем тратить столько времени на поиск двойного курорта? Я не хочу кататься в помещении. Я хочу быть там, где можно кататься на озере. Или на чем-нибудь подобном. Не думаю, что это будет легко. По-любому там будет много народу. В процессе разговора Йо поглядывает в его сторону. Хотя в обсуждении участвует только Коджи, Айюми и Йо. Поддерживающая и подшучивание, очевидно, что за столом сидят две пары. Другими словами, парень Йо... Правда, есть небольшие сомнения. Можно ли его так называть? Тоже сидеть с ними? Эй, Фуминори! Так что ты думаешь? Я так понял. А ну, подождите. Коджи уловил обозбученность ее. Я так думаю, что вот сейчас, когда мы посмотрели все это в таком цвете. Помните, да? В плохом, то есть в его мире, как он видел это. Мы не понимали, о чем они говорят. А теперь камера, как бы, и время переносится в этот момент. И мы с их глаз уже, с их этого всего видим. Как бы, что происходит. И опять они спрашивают у нас. А мы-то ничего не знаем, как бы, да? То есть, о чем они говорят? О чем? Ее волнуется и... Осаки Саки Фуминори догадался, Коджи. Мы обсуждаем поездку на курорт в этом году. Ты ведь тоже поедешь, не так ли? Коджи говорит осмотрительно, словно изучаю реакцию оппонента. Но еще бы немного месяц назад, он бы не задумываясь, упрекнув Фуминори за его чужденность. Ведь они длительное знакомство уже давно... Ну, то есть, ведь их длительное знакомство уже давно перешло в дружбу без границ. Не знаю, прямо ответил Фуминори. Его удрученные глаза и мрачное поведение свидетельствовали о том, что у него нет ни малейшего желания нарушать свое молчание. У тебя другие планы? В общем, нет. Даже Коджи, будучи лучшим другом Фуминори, не мог общаться с ним, как раньше. Айо, уж тем более. Шрамы, оставленные событиями этого лета, все еще дают о себе знать. Их чувствует на себе не только Фуминори, но и все остальные, да, как бы? Эй, без твоей травмы физические нагрузки не противопоказаны? Не знаю, я уточню у доктора, когда пойду на обследование. Этот вопрос переполняет чашу терпения Фуминори, и... Тот вскакивает со ствола. Эй, Фуминори! Коджи тоже вскакивает, останавливая Фуминори. Фуминори же быстро реагирует, поднимая руку к лицу, словно пытаясь защититься от чего-то ужасного. Может, немного слюней случайно вылетело изо рта Коджи? Вот, видите? А там литкая жижа какая-то вылетела, типа. Но такие вещи случаются каждый день. Их было бы даже недостаточно, чтобы Йо смогла их разледеть. И это явно не то, чего так стоит яростно защищаться. Даже будучи оплеванным, реакция Фуминори была уж слишком негативной. Я уже говорил, у меня обследование, мне пора. Фуминори опрывает разговор, оставляя своих друзей в недоумении. Даже то, как он бросает деньги на стол, платя за кофе, выглядит так, словно он прикасается к чему-то грязному. Увидимся. Фуминори быстро покидает кафетерий, словно убегая от кого-то. В полной тишине трое оставшихся смотрят на стол, где одиноко лежит купюра в 10 тысяч йен. Чашка кофе в Фуминори так и осталась нетронутой. А Йо ми вздыхает, я так больше не могу. Но Коджи укорительно качает головой. По-моему, Фуминори просто нужно еще немножко времени. Но уже прошло три месяца, что с ним? Мне кажется, что я схожу с ума, находясь рядом с ним. Эй, я тоже это не понимаю, и думаю, что не смогу понять. Ты можешь представить, что за одно мгновение потеряешь всю свою семью? Это выбило бы кого угодно из колеи. Это может случиться с каждым. Прицеп трактора перевернулся и упал на машину. Са-ки-саки просто вывернул ее наизнанку. Говорит... Говорили, что было трудно отличить где тело матери, а где отца. Воу. Довольно долго не было надежды на то, что Фуминори выживет. То, что он смог покинуть госпиталь и вернуться к нормальной жизни. Ничто иное, как чудо. Ему было бы еще хуже, когда мы навещали его в больнице, помнишь? Он испугался нас, словно не знал... Не знал, кто мы. Его даже какое-то время держали привязанным к кровати. Я рад уже тому, что... Хоть это изменилось. Но мы привыкли, как бы, к этому, да? В нем есть что-то странное. Ты видел, как он смотрит на нас. Словно мы все не люди. Прекрати, Айоми, решительно произнес Коджи. Не на сколько и сочувствия друг к другу, сколько можно было бы подбодрить ее. Доброта Коджи делает ее счастливой, хотя она и понимает, что не может всегда довольствоваться лишь ей. Фуминори главная жертва. Он заслуживает сочувствия больше всех, чувства ее к Фуминори и ее проблемы, и ничья больше. Она не винит Фуминори за то, что тот не ответил ей сразу, когда та набралась храбрости признаться ему. По правде говоря, она была даже рада, что он рассматривает ее серьезно и не ответил на Абум. Принимая во внимание, что Фуминори не отверг ее, их можно считать практически парой. Коджи и Айоми часто подшучивали по этому поводу, однако он так и не дал ей ответа. А не дал ей ответа, скорее всего, потому что после вот этого инцидента, который произошел. После признания ее не видела Фуминори целую неделю. А потом могла лишь смотреть на его изувеченное тело через окно палаты интенсивного лечения. Спустя 50 дней, казавшихся вечностью, его выпустили, но он стал каким-то другим. Она даже стала сомневаться. Помнит ли Фуминори, что она признавалась ему в любви до аварии? Скоро начнется зима, а она все еще не знает, что делать. И тут у нас что-то начинается, да? Самый проблематичный пациент доктора Тенбо Рюку, это вот этот молодой человек. Ух ты, какие тут ноги. Я уже готовлюсь к тому, что кто-то кого-то трахнет. Потому что я, наверное, только этого и жду в этой игре. Шучу, конечно, сюжет понимать там. Ладно. Что-нибудь изменилось с прошлого раза? Саки-саки-сан? Нет, все так же. Ее голос был тяжелый и вялый, а слова бросались им так беззаботно, словно он говорил сам с собой в пустой комнате. Даже не будучи психотерапевтом, Рюку ясно чувствовала барьер, который он воздвиг между собой и остальным миром. Была ли у вас тошнота? Было окружение, звуковые или визуальные галлюцинации? Нет, ничего. Она с Фу-джи... с этим... с этим чуваком, говорит или с кем? Когда Саки-сака делает вид, что смотрит на Рюёку, ее взгляд на самом деле направлен вниз в сторону. Он лишь поверхностно изучает в разговоре, который ему мало интересен. Совершенное отторжение. Понимая, что не сможет общаться с ним таким образом, Рюёка вздыхает и убирает больничную карту. Саки-саки-сан. То лечение, что вы получили у нас в госпитале, является последним словом в нейро-хирургии. Вы ведь это знаете, не так ли? Устраненные субтуральные гематомы при помощи нано-машин доступны только в Японии. И это в этом университетском медицинском центре. Это была единственная возможность спасти Саки-саку Фу-минори от смертельной черепновой мозговой травмы. Это тестированное лечение, и мы все еще изучаем его, а значит, есть и риск. Несомненно. Губы Фу-минори слегка изогнулись в злой, несмешливой улыбке, но она сошла до того, как Рюёка смогла догадаться о ее значении. Проблематично, когда пациенты боятся своего лечащего врача. Но мы получали сообщения о серьезных расстройствах мозга после таких операций. Мы должны внимательно следить за вашим состоянием. Вот почему каждую неделю нужно было обследование. И поэтому Рюёка хотела, чтобы ее пациенты относились к этому более серьезно. Как мое прошлое МРТ спросил, а он неожиданно словно пытается ошарашить Рюёка. МРТ это, кстати, вроде, если я не ошибаюсь, снимок головного мозга, да? Да, рентген. А, вот даже пишет. Магнитная резонанса томография – это метод неврологов детально изучить мозг, не вскрывая череп пациента. Ну, как практически я и сказал. Удивленный о необычном знании Фу-минори, Рюёка вспоминает его биографию с карточки. А, точно, ты же студент медицинского колледжа. То мозговое расстройство, о котором вы волнуетесь, оно ведь отражается на МРТ, не так ли? Были ли какие-то аномалии? Нет. Там чисто, не малейшие проблемы для операции с таким низким шансом успеха. Результаты просто ошеломительные. Однако, что-то все-таки не давало после покоя Рюёке. Инстинкт врача подсказывал Рюёка, что что-то не так с этим пациентом. Она не могла отделаться от чувства, что он просто что-то упорно скрывает. Какой-то камень в душе. Страх или, может быть, страдание? Если эта проблема неорганического характера, она ничем не может помочь, пока он отказывается говорить. Да, в порядке, доктор. В конце концов, я без проблем живу вне госпиталя. Разве тут могут быть какие-то проблемы? Знаешь, Сакисаки... Сакисаки-сан, после таких тяжелых операций необходимо длительное наблюдение. Тебе стоит довериться нам. Думаю, вы правы. Я хочу верить вам, доктор. Могу ли я обратиться к вам с проблемой личного характера? Да, конечно. Рюёка улыбается, прикрывая свое раздражение от того же вопроса, что и на прошлой неделе. Тогда давайте предположим так же. Где вы остановились, доктор? Узнали вы что-нибудь новое о профессоре Айугайе? К чему такие вопросы? Не пытаясь ответить, Рюёка изображает улыбку. Он задавал вопрос, который про какого-то постороннего, блин, человека не интересовал бы его. Профессор Айугай, он как-то связан с твоим лечением? Вы только что сказали верить вам, а теперь устаиваете от меня информацию? Кроме того, в Фуминори многие пациенты, не задумываясь, лезут куда не следует. Рюка понимала, что обычно они так же поступают, если жизни что-то угрожает. Сакисаки же не показывал той неприветливости, которая свойственна в таких случаях. Его спокойствие, то есть его спокойное поведение создает впечатление, что он допрашивает преступника, а не своего врача. Он довольно давно ушел из госпиталя, я не связывалась с ним лично. Знаете, почему он ушел? Да, я думаю, по личным причинам. Рюка ответила гладко, без промедления, она заранее подбирала эту фразу, чтобы сохранить спокойное лицо. Почему ты так хочешь найти профессора Айугая? Ты его знаешь? Знали, что профессор Айугай числится пропавшим? Нет. Рюка поняла, что ее ответ был слишком быстрым, и стоило притвориться более удивленной. Я случайно сошелся с одним из его родственников, который попросил меня найти его. Родственник? Рюка нахмурилась. По-моему, у профессора не было родственников. Да? Кто вам это сказал? Это слухи, ответила Рюка, вспомнив, что она сказала, что у нее не было никаких связей с ним. Понятно. Знаете, профессор был настолько известен, что вокруг него сходили слухи. Ну, он был необычным человеком. Но никто не знает, почему он покинул госпиталь, да? Хм. Рюка замолчала, зная, что это не та тема, которую можно замять одной лишь улыбкой. Фуминоли, похоже, наконец-то ощутил ее настроение, так как его обычно твердый тон слегка смягчился. Доктор, я должен найти профессора Айугая. Есть ребенок, которому он нужен. Разве вы не хотите помочь мне? Разве этим не должна заниматься полиция? Произнося это так легко, она все же понимала, что это предложение весьма рискованное. Если пропажей Айугаем Масахико займется полиция, то госпиталь, скорее всего, будет обыскан. А чтобы прикрыть бардак, оставленный Айугаем, всему факультету придется избавляться от улик. Интересно, что они скрывают? Как-то резко, да, скакнул сюжет? И Рюек, разумеется, тоже. Однако, вряд ли Сакисаки добро обратиться для расследования в полицию. Во-первых, его оправдание очевидная ложь. Они уже разузнали, что у Айугая абсолютно точно нет родственников, которые бы могли начать его поиски. А именно, это позволило им скрыть правду о случившемся. Но все-таки, как Сакисаки, не будучи причастным к госпиталю, иначе, как пациентам узнал об Айугая? Сакисаки-сан, я буду рада сообщить вам все, что я знаю. Но от профессора Айугая не было ни единой висточки после его ухода в апреле. Все, что я смогу предположить, это то, что он ушел в долгий отпуск, или что-то там в этом роде. Понятно. Рио-ка ожидала предположения напора, но была удивлена отсутствием Фуминори. Тем не менее, ее все еще волновало его состояние, хоть таинственная связь с Айугаем Масахико тревожила ее все еще больше. Но до тех пор, пока он не откроется ей, Рио-ка ничем не сможет помочь. После короткой паузы, Рио-ка поставила в карте Фуминори пометку «Состояние стабильно». Сакисаки-сан, касательно проверки на следующей неделе, вас устроит опять 4 часа? Но еще до того, как закончить предложение, Рио-ка подняла глаза и увидела, что Фуминори направился в сторону двери. И мы просто ушли, получается. И тут мы опять вышли в какую-то комнату, в котором повсюду просто бардак из кишок, из мяса, из всего. Видимо, мы смотрим опять Фуминори. Но, друзья, мы на этом, конечно же, останавливаемся, потому что первая серия, и вы должны оценить эту игру. Если вы скажете, что игра классная, и захотите продолжение, конечно же, я уверен, что вы захотите продолжение, потому что многие люди писали ВКонтакте, да? Но, если, опять же, вы хотите, ставьте обязательно лайк, пишите комментарий, что вы хотите продолжение. И я для вас буду бацать, хоть, я не знаю, каждый день по куче частей. Также мы пройдем Али, там всякое остальное. Ну, а с вами был Блок Линус, всем спасибо, удачи и приятных вам снов.